Привет, Илья! Что мы сегодня с тобой готовим? Точнее, готовишь ты, я смотрю, а потом ем. Сегодня мы с тобой, когда ты смотришь, а я готовлю, а ты ешь, так нечестно. Какая-то низководушка получается. Сегодня мы готовим ризотто с морскими гадами. Ты их убил, поймал и съел. Так, Илья, что нам понадобится для нашего ризотто? Для ризотто нам понадобится рис арборио, нам понадобятся морские гады, что мы поймали не в Красном озере у нас, с моря привезенные. Креветки, кальмары, мидии, креветки королевские. Понадобится лук, чеснок. И наш любимый тимьян. Тимьян в нос засунул. И понадобятся томаты в собственном соку, который я купил в магазине Metro Cash & Carry. Начинаем с помидоров наших. Мы их разогреем чесноком и тимьяном, чтобы они обогатились нашим ароматом. Для этого нам понадобится сотейник и второй сотейник. Включаем. Поехали, ребята. Это знак того, что пора просыпаться. Доброе утро, страна. Оливковое масло. Чеснок. Едаем. Тимьянчик. И ждем, когда это все у нас так разогреется, зашумит. Томаты режем по-туристически. Туристы так делают обычно, нет? Завтрак. Туристы ели когда-нибудь у костра. Вот. И ждем, когда у нас нагреется. Параллельно будем жарить морепродукты. Перед тем, как жарить, нам их надо порезать, соответственно. А порезать нам надо что? Морепродукты. Нам надо порезать только кальмары. Остальное у нас уже мелкое и так. Вот такие крупно режем. Мне нравится, когда у нас крупные морепродукты. И что мы еще делаем? Мы делаем, мы берем мидии. И надо их проверить, чтобы у них не было волос. Они такие иногда волосатые бывают. Вот. Вот эти волосы, нам надо их убрать. Томатик сделали, выкинули и помешиваем его. Он обогащается. Немножко добавим то соли, сахара, перца. В общем, снова все, что видим, то и добавляем. И давайте итальянские травки, да? Итальянские травки, там розмарин, тимьян, там все подряд. Чтобы у нас аромат был более ароматный, сделаем это вот так вот. И высыпаем сюда. Теперь берем ложечку. Вот так вот мишанем. Помидорки наши растал с листом. Нам до какой консистенции? До какой консистенции? А все, вот. Я не могу говорить слово консистенция. До консистенции супер, какой надо шеф-повару. Вот такая вот консистенция. Вот так должно быть. Вот так. Шеф. Да. Вот какая консистенция. Шеф, видел? Видел, как у нас тут все дымится? Молепродукты будем обжаривать, а обжаривать будем их в двух сотейниках. То есть мы помидоры просто подогрели? Да, помидоры подогрели, ну и обогатили их там сахаром, солью. Ураном. Ураном. Музыка плит. Для морепродуктов нам понадобится масло оливковое. Естественно, мы их будем обжаривать в определенной последовательности. Сначала мы закидываем креветки, потом мы закидываем кальмары. Ну, потому что креветки у нас дольше жарятся, а потом мы закидываем мидии. Закидываем. Там масло же, да? Да. Закидываем сюда. Берем мешалочку такую вот. И все, мешаем. Оба-на. Оба-на. Закидываем кальмары. Главное, это все сделать быстро. Потому что на дне у нас остается вот такой вот сок. Сок остается на дне. Вот, все видели сок? Во все камеры покажи. Нам этот сок очень пригодится. Закидываем мидии. Ну, а теперь нам понадобится лук, который я еще не почистил. Все, пожарили. Убрали. Быстро они так жарятся. Убрали. Смотри, какая офигенная штука. А если их не дожаришь, то что будет? Убрали. Отравиться можно? Нет, отравиться-то не можно. Даже не нужно. Чистим и режем лучок. Как я это эротично делаю, поэтому я заранее не стал делать. Потому что это делается вот так. Лук почистили. Нарезаем его мелким-мелким кубиком, крошечкой. Ставим обратно. Наливаем опять же масло. Лук, чеснок. Такое блюдо, где много лука и много чеснока, и много тимьяна. Рис-то мы когда варить начнем? А мы после лука закидываем лук, потом закидываем то рис. И воды добавляем? Жарим, 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 жарим. А добавляем не воды, добавляем бульон рыбный. Тут у меня бульон из Дорадо. Из Дорадо. 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 Дорадо такая рыбка морская. Очень вкусная была рыбка. Я ее съел с костей, сварил бульон. Закидываем туда лук. Лук помешиваем, чтобы он у нас не сгорел. Закидываем рис. Вот так вот. А теперь что нам понадобится, как вы думаете? Рыбный бульон? Нет, нам понадобится вино. Заливаем прям смело вином. Смело? Ну смело, вот приблизительно. Вот настолько смело. Постоянно надо помешивать, потому что ризотто это то блюдо, которое надо мешать постоянно. Рис отдает свой крахмал и приобретает такую консистенцию. Консистенцию ризотто. Когда отдал крахмал, туда потом в конце добавили маслица. И оно так у нас и расплылось. А соус рыбный когда мы заливать будем? Бульон. Бульон. А вот прямо сейчас. Достаточно. И сюда. Достаточно. И все. И постоянно мешаем. Вот так мы его и готовим. Постоянно мешаем, мешаем. Включаем посильнее. Еще ждем пока бульон этот весь впитается, выпарится. Ну и что, вот опять я с вами. Продолжаем готовить ризотто. Это и был с нами. Все, мешаем, мешаем, мешаем. Как я всегда это говорю, режем, режем, режем. А теперь мы мешаем, мешаем, мешаем. Потому что в ризотто это главное. Постоянно мешать и не пересолить. Илья, кстати, а из какого риса-то ризотто готовит? Или это неважно? Ребята, как бы дома, может быть, готовят с разных сортов. Там берут дешевые, там, китайские, в подвалах китайских. Ну, в целезонных странах готовят ризотто всего из трех сортов риса, насколько вот я знаю. Это арборио, виолона нано. И самое сложное для меня оставим на потом. Карнаролли. Ли. Добавил я томатику. Вот так вот прям. И хорошо все это замешиваем. Томатику добавили. Видите, как вкусно получилось. Теперь у нас должно все потушиться уже с томатиком. И добавлять мы будем, когда у нас наши морепродукты в самом конце добавлять будем. А почему мы взяли деревянную лопату? Потому что если мы мешали не деревянной лопатой, мы постоянно скрябали по этой сковороде, по нашему сотейнику. И у нас бы получилось так. Скряп, 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 скряп. И получилась бы эта ложка. Ложка скрябает по сотейнику, окисляется, металл и так далее. Будет очень невкусно. Давайте немножко подсолим, наверное, подперчим. Добавим морепродукты. И сколько это потом еще ждать нужно? А ждать сколько? Пока шеф не одобрит. Я должен сейчас попробовать. Сейчас я попробую. Если лист готов достаточно. А состояние у него должно быть аль денте. Если он готов, то он готов. И ризотто готово. Все так я быстро делаю. Я даже не успеваю попробовать. Только отвлекаясь и сразу это. Ну что, аль денте? Аль денте. И теперь не все готово. Стрижка только началась. Масло. Добавляем масло. Снимаем с плиты. И все хорошо замешиваем уже вместе с маслом. Масло придает консистенции такую глянцевость. И вот оно тает. Главное, чтобы оно у нас не кипело с маслом. И придается именно сама вот консистенция, да? Консистенция ризотто за счет масла. Ну это в данном ризотто, потому что мы не используем здесь пармезан. Я думаю, что в рыбном ризотто я не люблю сочетание пармезана и рыбы. Он все перебивает. И рыбу не чувствует вкус. Все, готово. Итак, наше ризотто готово. Прошу к столу. Приятного аппетита. А также выражаем большую благодарность компании Metro Cash & Carry за предоставленные продукты. От души большое спасибо вам.